У вас тоже вздражают эти бабки с помидорами в электричке, которые бегают? А сегодня я сам, как такая бабка. Вот они, мои помидоры. Я тут остановился чуть-чуть отдохнуть. Сейчас одну минуту и пойду дальше. Вот, свои драгоценные помидоры я повезу дальше, на дачу. Но усаживать их не буду, за меня сделают. И наконец-то мы на даче, в такой прекрасный жаркий день. Суперский. Хоть носки занюхни, чтобы было не так прекрасно и волшебно, но да ладно. Собственно, помидоры доставлены, и больше мне ничего не надо пока. Так что я вам покажу кое-что, что тут изменилось, собственно. Вот. Так, начнем с вот этой паутины. Паук, похоже, нажрался, но он уже старый весь, больной. Он нажрался уже, здоровый такой сидит, толстый. Хорошее место выбран, нажрался уже, мух просто на тысячу штук съел. Дальше чего? Тепло, солнечно, все заросло этой штукой, да? Вот. Жаль, что уже зарос крыжовник, надо его окучить. Вот. Жасмин пока не цветет почему-то здесь, хотя грозится. Грозится цвести. Вот. У него еще пока зеленые. Вот эти вот. А вот рябинизация, господа, рябинизация, цветет уже вовсю. Вот рябинизация. И это хорошо. Вот. И так же цветет сирень. Это вообще классно. Классное растение. Галя лично сажала ее, оберегала кучу лет от нас, чтобы не задавили эту сирень лавкой, ничем, да? И все ради того, чтобы выросло на ней несколько бутонов через, по-моему, 15 лет от того момента, как она была посажена. Вот. Мне кажется, что прошло 15 лет. Возможно, это неправильно. Но результаты и аромат прикольный, здоровый. Видите, какая гроздь. Вот рука. У меня здоровые руки. Вот. Огромная гроздь. Вот здесь висит. Она офигенная. Вот. Вот яблоки все будут испорчены, что тут видно, собственно. Потому что они все побиты какими-то жуками уже. Вот. Можешь предположить, что они все вырастут червивыми. Это даже предполагать не надо. Они такие вырастут. А вот состояние грядки, которое я перекопал в прошлый раз, оно хорошее. Я думаю, тут все заросло. Опять все встрепенулось. Заросло. Нет. Только некоторые ростки вот есть. Вот этой вражеской травы. Вот. Только некоторые ростки. Вот. А так. А так все хорошо. Я думал, тут все уже воспряло. Тут духом, да. Тут куча этой травы уже, я думал. Нет. Зато это трава у кружевника. Все его зажирает. Вот. Сегодня дело. Дело на сегодня это, вот это все вокруг удалить от крыжовника, удалить эту траву. Потому что она ему нафиг не нужна. А она к нему лезет. Ну и, конечно же, эти мои высаженные васильки, которые называю васильками, на самом деле, это незабудки. Они вообще офигенно, классно распустились. Вот. Великолепно. На высшем уровне они тут распустились, развелись. Вот. Их тут полно. Вот. Особенно ухода, где им никто не мешает. Появлялись уже ягоды кружевника. Вот. Пока маргинальный хмырь чё знает, где находится. Появились. Сейчас камера перестанет хамить, знаешь. Появились уже ягоды кружевника. Вот. Смотрите. Вот. Без всяких шуток. Вот их. Их полно. Их было бы еще больше, если бы их травы от этой избавили, блин, сразу. А так их достаточно мало. Могло быть намного-намного больше. Собственно. Вот. Но они уже есть. Но вырастать они будут очень долго. Вот. Так что мы будем их еще возделывать. Эти ягоды. Вот. Этих одуванчиков, блин, незабудок, которые называю васильками. Их дофига. Даже красные вырезы. Смотрите. Красные вырезы даже. Они не красные какие-то такие. Розоватые. Их называю красными тоже. Вот. Их просто полно на самом деле здесь. Смотрите. Вот. Как бы вам показать, что без засвета. Но камера в наглую засвечивает и все. Потому что она фокусируется всегда на траве почему-то. Сумасшедшая камера. Вот. Видите какие? Вот. На большом объекте она фокусируется. На мелком нет. Вот. Собственно. Смотрите. Видите? Вот их целая роща. И цветет крапива. У нас на участках она только белая есть. А в лесу я видел желтую. Еще какую-то там пиволетовую. Вот. Какой только нет. А у нас только белая растет. Вот так вот. Вот. А еще вокруг я не обозрел ни в одном видео. Хотя видео у меня полно. Цветет чистотел. Вот такими вот. Желтенькими цветами он цветет. И он тоже хорош. Вот. Далее еще вот крапиву покажу еще разок. Если кто не понял. Вот она. Вот так она цветет. Вот. Вот. Такая вот дача. Начало дач. Собственно. Высадит помидоры без меня. Вон еще чистотел цветет. Еще более сильный. Сейчас вам еще покажу. Вон он. Вот это цветы чистотела. Блин. Ветер мешает. Вот они. Вот они. Видите? Офигеть сколько много. Летают шмели какие-то. Осы. Страшные. Жуть. А вот это колокольчик. Будущий колокольчик. Будущий колокольчик. Вот он. Видали? Ну а ему еще не скоро. Ему еще полмесяца. А тюльпаны господа уже все. Вон уже с них листья отвалились. С этих тюльпанов. Вот с этого тем более. С одинокого тюльпана листья отвалились. Вот и все. Они идут уже на семена. Вот эта вот штука. Она с семенами. Что там дальше? Ну и откуда-то оттуда ждем клубнику. Ну блин. Где-то она здесь будет. Да, вот цветы. Вон они цветы. Топтать не буду. Я подходить к ней. Топтать не буду. Вот. Дальше что вам покажу. Вот эту. Тоже не показал. Как-то ходил. То есть вокруг нее. Это какая-то крапива. То есть еще какая-то штука. Короче, похоже на крапиву. Нацветет. Вот. Это я много такой видал. Особенно в лесу. Вот. А видео забарковал. Вот. Ну и еще здесь. У нас цветы похожи вот этого репейника. Вот они. Смотрите. Вот я говорил про такие. Из них сок какой-то вкусный там. Вот в этой штуке. Ты ее отрываешь. Там какой-то вкусный сок. Вот. Но я уже забыл. Эти детские развлечения. По добыванию сока. Так что пока вот так. Еще раз. Сиреню. Вот. А результаты вам покажу. Надеюсь. Вот. Ну а пока. Прерываюсь. Поскольку надо что-то все-таки тут. И делать. Не просто же ходить. И снимать. И нюхать. Всякую. Красоту. Невероятно. Смотрите пока на эту классную сирень. Она вообще классная. Да. Не зря я, конечно, Галя. Сажала. Высаживала. Выдерживала. И растила. Она. Великолепная. Это сирень. Просто топовая. Никто со мной не поспорит, что это топовая сирень. Вот. А мы, в общем-то, все сделаем, что надо. Сегодня мы справились со всем, что надо. Сейчас я отойду от этой сирени. И все покажу, что сделано за сегодня. Вот. Главное, мы избавили крыжовник от вражеской, вредительской травы. Соответственно, более-менее я вижу даже у него корни. Вот. Где они есть. Вон они. Более-менее я избавил. Лучше не будет. Пока черновой вариант потом доделаем. Вот. А что все не зря. Ну и помидоры там потом посадят, конечно, без нас. И это хорошо. Не всю, конечно, я ее убрал, эту траву. Но большую часть я вот, видите, вот эта гадость, я ее удалил. Крыжовник теперь видать. Крыжовник теперь отлично видать. Вот. Отдельные даже кусочки видать. Вот. Все видать. Папортник там растет. И внутри немножечко крапивки. Одну я по ошибке вырвал. Но хоть вторая осталась. И то хорошо. Крапивка это полезно. Можно хейтерам по жопе иногда давать этой крапивкой. Вот. Вот для того она и нужна. А то они шибко невоспитанные бывают иногда, хейтеры. Им надо по жопе крапивой давать. Собственно, вот. А я поеду-ка отсюда. Вот. Потому что пора. А вот и нет, господа. Рано нам сегодня отсюда уходить. Ведь надо спилить вот эту. Хрень. Невнятную. Гаргаилену. Дающую негодные сливы. Вот. Хотя, чтобы ее спилить, у нас есть только ржавая дерьмовая пила. Ну, а для такой поганой гаргаилены и эта пила сойдет. Вот. Тем более у нас есть перчатки. Вот без перчатки я бы это, конечно, пилой не пилил. Потому что она уже страшная, ужасная и никакая. Но с перчатками. Но с перчатками, чем не будет. Так что вперед. Спиливать вот эту кошмар. Вот такая панорама дачи мне больше нравится. Видите? Ушла наконец эта слива бесполезная. Которая сразу говорила, что она не нужна. Вот и остался ценный крыжовник. Вот здесь. Ну, вот. Который в этом году ничего не даст. Пуш он маленький еще. Или ему солнца не хватает. Вот. Вот эта ужасная слива наказана из Пилина. Которая за лавкой была. Вот. Знаете почему? Пуш она дает негодные. Плохие сливы. Невкусные. Короче, горькие и противные. Но в большом количестве. Вот. Вот. Видите? Но они горькие, невкусные и никакие. Их есть нельзя. Можно, но не захочется никому и никогда. Вот. Вот так вот ее. Повалил в сторону костра. Вот. Но, к сожалению, на ней муравей собирали какие-то штуки. Собирали. Какая-то там тля сидела. Они что-то собирали на ней. Вот. Дорожка у них была к ней. А я повалил прямо на муравейник новый. Вот. А это новый муравейник на самом деле не муравейник. Это я в прошлый раз всю вот эту вот штуку, что растет в огороде, ее сгреб сюда. Вот эта вот гадость. Гадость. Я ее сгреб сюда. Вот. Они оккупировали. Теперь это у них муравейник. Но я им покажу, как муравейники горят еще. Вот. Я им скинул, чтобы это жечь. Они тут муравейник устроили. Тоже мне. Господа элитные. Вот. Больше, кажется, ничего делать не надо в данный момент. Вот. И только вот это вот можно еще под люк перить. Но я потом спрошу, надо ее перить под люку вот эту. Это уже хорошая яблонь, но она к проводам растет. Не надо на провода нападать. Смотрите. Видите, хорошая яблоня, но она к проводам растет. Вот. А я их перетянусь, что и пять тысяч. И вот эта вот зараза сюда растет яблоня. К березе. Хм. Опять к проводам. Ладно. Потому что провода все равно пострадают у нас. Ну да ладно. А я все сделал. Это готово. Этого нету, ничего больше. То почти готово. Еще надо будет разок приехать и удалить. Тут пока я не понимаю, чего. Как вот это подрастет. Эти вот гадости. Гадость. Подрастет вот эта гадость. Вот эта гадость. Вот эта гадость подрастет, вот. Но я ее выщиплю. Вот. Вот единственное, что я тут могу еще сделать, поскольку у меня есть время. Это вот это все. Вот это все вот так вот выпалить. Просто вот до крапивки. Крапивку оставить. Вот. И все. И идти домой. Потому что время мое кончилось здесь. Вот чистотелы, крапивку, колокольчик надо оставить. А вот это все. Гадость. Брать надо. Давно пора, если честно. Может быть, я сейчас это и сделаю. Итак, уважаемые господа. Подведем итоги. Пока еще временно. Еще помидоры не посажены. Ну, в общем, итоги. Перед моим отъездом. Помидоры поставят без меня. Это выпилено. Все отлично выглядит. Смотрите. Гораздо же лучше без этой. Какая-то хрень не мешается. Вот. Гораздо же лучше выглядит. На огород. Вот. Хотя он и заросший. Вот. Сирень. Которая не моя. И поэтому я к ней отношения не имею. Ну, да ладно. Зато она цветет. Вот. А вот этого мы не дождались. Жасмин, наверное, будет на следующей неделе. Вот. Тут я, насколько можно, ее придавил. Это на самом деле называется придавил. Потому что она вылезет обратно. Крапиву я особо не тронул. Вот. Осталась цветущая крапива. Вот. И осталось колокольчик. Собственно. Что я и хотел сделать. Вот. Оставить его. Вот. И он остался. Вполне себе. Вот. Вот. И крыжовник, конечно же, очищен. И это все хорошо. Потому что пора отсюда мне уходить. Времени уже много. Все, хватило. Мне достаточно. На том, господа. Собственно. Тушите свет. Вот. Спасибо.